ЧАО ТУТИ! ЭЛЬ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИВУ ЛА ФОРМУЛА ДЕ ЧИБО Сисиль, хотел тебе, во-первых, напомнить, что это не Милан, а Тверь. И вообще я не очень понимаю. Я уже привык, потому что ты все время выражаешься по-французски, но ты же сейчас говоришь по-итальянски. Да, я сейчас объясню почему. Я стараюсь в наших поездках не есть ни хлеб, ни макароны, потому что поправляются от них. Но мне так захотелось итальянской пасты, и вот я купил себе итальянскую пасту, приготовила, и теперь вы мне чуть-чуть Италия есть. А зачем ты купила итальянскую эту пасту? А потому что хорошая. Ну, в России тоже делают хорошую пасту, спагетти делают прекрасную. Кстати, здесь же в Твери и делают. Да? Ты еще мне скажешь, таких не поправляют. Ну, так они же из твердых сортов пшеницы, конечно, нет. Так, минуточку, ты сейчас мне все расскажешь. После такой познавательной экскурсии мы заслужили небольшой отдых и отправились на прогулку. Тверь – старинный русский город на берегу Волги. Тут очень изящно сочетаются и древние исторические сооружения, и советские архитектурные памятники, и современное искусство. Приезжайте в Тверь всей семьей. Это будет прекрасное путешествие. А почему в России говорят «муж в дверь, а жена в Тверь»? О, это потому что в России Тверь считалась таким центром моды. Ага. Здесь были прекрасные портнихи, которые шили всяческие наряды по самым новым образцам европейской моды, которые были в Петербурге. Ооо. Да. И поэтому и из Москвы, и из Петербурга приезжали сюда, в Тверь, за этими самыми нарядами. Ну, а когда ехать за нарядами, как не в то время, когда муж уехал по делам? Ой, наряды. Я бы какой-нибудь бы пример. Вот так. Ай, красота. Вот носила бы такие бы шляпки все время. Во-первых, красиво. А во-вторых, со временем можно скрывать ранние признаки седины. Их очень неловно. На самом деле, проще есть спагетти. Как так? Ну, потому что спагетти содержат много меди. А медь – это микроэлемент, который нам необходим, в том числе, для того, чтобы вырабатывался вот этот пигмент, который окрашивает волосы. Да, и установлено, что дефицит меди в рационе приводит к раннему поседению. Да, значит, надо есть спагетти, и тогда седина будет не скоро. Ешьте спагетти, берегите ваши волосы, а шляпки носите только для красоты. Музей Тверского быта, куда мы решили заглянуть, многие зовут самым уютным и камерным музеем города. Мало того, что здесь трогательно воссоздана атмосфера 18-19 веков, в нее еще и можно с головой погрузиться, сидя перед саловаром на русском чаепитии. А арбузов-то не хватает. Не сезон сейчас. Настя, а у меня вот вопрос. А мы сидим с блюдечками. Это потому, что у нас чай в чашках кончился? Нет, была на самом деле такая традиция. Анастасия Сумерина, научный сотрудник музея. Когда купцы собирались за чаепитие, первую чашку чая, самую горячую, выпивали как раз-таки из блюдечка, с прихлебом. Как раз-таки, да, при помощи этого они как раз-таки остужали горячий чай. Раньше чаепитие делалось по несколько часов. За это время съедалось немало мучных изделий – баранок, сушек, пряников и сухарей. Понятно, почему было много всяких калачей, сушек, пряников, потому что все-таки у нас страна такая, как хлебородная, да, много муки. Но вот удивительное дело, что макароны-то, как я понимаю, достаточно поздно появились. Ну, макаронные изделия всякие. Появились они, как и многие заморские продукты, при Петре Великом. В 1797 году в Одессе открылась первая макаронная фабрика. А, кстати, любите макароны? Довольно часто их ем, да. А вы вот когда они готовы, их пробываете? На самом деле нет, но я слышала, что нужно. Полюбила я спагетти из славного города Тверь. И если они из твердых сортов пшеницей, ты не поправишься, поверь. Вообще, мне кажется, что если бы Пушкин слышал твой стихотворный слог, он бы прям прослезился. Я знаю. Ну, а это была программа «Формула еды» на телеканале «Россия». Нас ждут другие города, другие продукты и наверняка другие поэты. Объятов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова